В этом видео я сделаю обзор хостинга ZoroTex для создания Minecraft серверов. Погнали! В описании под данным видео я оставлю ссылочку на данный сайт ZoroTex. После того, как вы зайдёте на данный сайт, вам нужно будет пройти регистрацию, придумаем любой никнейм, после чего вписываем адрес на нашу электронную почту и придумаем любой пароль, после чего повторяем наш пароль, проходим проверку на робота, решая пример, ставим галочку «Я полностью ознакомился, согласен с договором» и нажимаем «Далее». После регистрации мы оказываемся на главной странице сайта. Здесь у нас находятся новости данного сайта, такие как добавление новой версии, а также добавление новых функций и пополнение баланса, если вы, конечно же, это делали. Тут также есть у нас ещё несколько вкладочек, такие как форум, заказать сервер, мои сервера, мониторинг, способы оплаты, помощь, а также контакты. Во вкладочке «Форум» вы можете разговаривать на различные темы, задавать различные вопросы, выкладывать свои сборки серверов в Майнкрафт, спросить о настройках Майнкрафта и тому прочее. Тут также есть у нас вкладочка «Способы оплаты», где мы можем посмотреть, какими способами мы можем оплатить наш сервер Майнкрафта. Тут достаточно много способов, такие как «Робокасса», «Юмани», «Киви», «Вебмани», «Мегафон», «Билайн», «Теледва», «МТС», «Эплипэй», «Мир», «Альфа-банк», «Маэстро», «Мастеркард», «Виза». Тут достаточно много способов оплаты. Также у нас есть вкладочка «Контакты». Здесь контакты для вопросов, связанных с техническим обслуживанием. Если у вас останутся какие-то вопросы или у вас окажутся какие-то ошибки, вам не выйдут в сервер, что, конечно же, маловероятно. После чего, чтобы заказать нам наш сервер, нам нужно пополнить баланс, нажав на правом верхнем углу кнопочку «Пополнить баланс». Тут мы вводим сумму, на которую мы хотим пополнить наш баланс, нажимаем «Продолжить» и уже пополняем там наш баланс. После того, как вы пополнили свой баланс, вам можно уже заказывать сервер. Нажав на вкладочку «Заказать сервер», вы можете оформить здесь заказ. Перед этим вы настраиваете ваш сервер, то есть расположение у нас здесь одно, тариф «Майнкрафт», оперативная память, которая будет выделяться вашему серверу. Максимальная здесь 100 000 мегабайт, там минимальная портала 1000 мегабайт. Выбираем нужное для нас количество мегабайт. Чем больше, тем больше будет сумма. Чем меньше мегабайт, тем меньше будет сумма. В зависимости от количества мегабайт будет зависеть ваша сумма. А также от срока, для которого вы хотите оплатить свой сервер. Минимальная здесь 130 000. После того, как вы это все настроили, вы можете выбрать версию игры. Здесь достаточно много версий игры. Выбираем нужную для вас версию. Кстати-таки, я хотел бы подметить, что здесь довольно дешевые цены. И поэтому я рекомендую вам заказывать именно здесь ваши сервера. Потом ставим здесь галочку и нажимаем «Оплатить». Далее у вас устанавливается ваш сервер. После чего мы нажимаем на наш сервер. И настраиваем наш сервер. Мы попадаем в управление нашим сервером. Мы находим во вкладочке «Главное». Тут также есть еще несколько вкладочек «Главное», «Настройки», «Файлы», «ФТП», «Модули», «Консоль», «Друзья», «Бэкап», «Мискл», «Фильтри», «Логи». Во вкладочке «Главное» вы можете запустить свой сервер, остановить или рестартнуть, или переустановить. Выбрать авторестарт каждые 24 часа, или выключено. Выбрать версию Java для вашего сервера. А также выбрать часовой пояс. Во вкладочке «Настройки» у вас здесь находятся все параметры вашего сервера. То есть, такие как «Гейммод», «Выживание», «Креатив», «Приключенческий». Допустим, мы будем выживать на этом сервере. «All of Nether» данная функция позволяет заходить игрокам в «Незер». Если уже поставите здесь «False», то они не смогут заходить в «Незер», а если «True», то смогут «True». Это «Да», а «False» это «Нет». «Whitelist», если вы включите «Whitelist», то на сервер могут зайти те игроки, которые есть в белом списке. А если же человека нет в белом списке, то он не сможет зайти на данный сервер. Но если же вы хотите, чтобы абсолютно любой человек, зная IP вашего сервера, смог зайти на него, то тогда вы выбираете «Whitelist», выбирая параметр «False». «Спаун монстров», думаю, тут и так понятно. Максимальное количество высоты, которое можно построиться по стандартному, как и в обычном Майнкрафте, здесь стоит 256, но вы можете увеличить границы вашего мира, как и уменьшить границы вашего мира. Тут вы можете разрешить использование командного блока, спаунинг NPC, насколько я помню, это спаунинг жителей и всяких прочих NPC. Далее у нас идёт тип нашего мира, обычный, плоский, большие биомы, кастомизированный, а также ещё множество типов нашего мира, которые я даже раньше не видел. «All of Flight» — данная функция позволяет выключать полёт всем игрокам в режиме выживания. Допустим, если какой-то человек зашёл с читами на ваш сервер, включил себе «Fly», то он не сможет летать здесь, если стоит «False». А если стоит «True», то он сможет летать. Я рекомендую ставить «False». Но хочу сразу сказать, что это никак не относится к игрокам в творческом режиме и не к донатерам. Это относится только к игрокам в режиме выживания, то есть к читерам. Или если же ему выдали полёт, то он не сможет летать. «Текстур пак». Тут вы можете оставить ссылочку на ваш текстур пак. Далее выбрать режим вашей игры, то есть сложность вашей игры. Мирная, лёгкая, нормальная и хардкорная. Давайте выберем нормальную. «On our surprise Archimedes». Эта данная функция позволяет опубликовывать ваши достижения. Допустим, если вы получили горячие штучки достижения, то у вас это появится в чате, и все смогут увидеть ваши достижения. Далее идёт «Spawn Protection». Это защита спауна. Также у нас далее идёт «Wave Distance». Это прорисовка вашего сервера. Прорисовка чанков. Также у нас здесь «Online Mode» есть. Если вы включите «Fails», то тогда на ваш сервер смогут зайти абсолютно любые люди, как с лицензией, так и без лицензии. Но если же вы включите «True», то тогда на ваш сервер смогут зайти только премиум игроки, то есть с лицензией. А если вы хотите, чтобы все могли заходить, то тогда ставите параметр «Fails». «Server Names» здесь мы выбираем названием нашего сервера. Допустим, это будет вот такое. Название сервера. «mc.flexor.ru» Тут также мы можем ввести абсолютно любой сид для нашего мира. Выбрать режим PvP, будет ли он включён или будет отключён PvP между игроками. Если кто не знает, то PvP это могут ли люди драться или не могут. То есть PvP это когда люди могут бить друг друга. Бить других персонажей и убивать их. И забирать их вещи и гриферить. «Spauning Animals» это спаун животных. Я не советую вам отключать, так как будет невозможно выживать на сервере, если вы хотите вообще выживать на нём. Но если же вам какую-то карту хотите строить или что-то прочее, то вы можете отключить это, выбрав параметр «Fails». Но я же включу это. «Level Name» тут мы выбираем название нашего мира. «Max Tickten» тут мы выбираем таймер нашего мира. На скольки он будет работать. То есть, чтобы его отключить, тут мы ставим минус один. Далее у нас идёт режим хардкора. Если вы хотите, чтобы после смерти ваш игрок получал бан и больше не мог играть на сервере, то мы ставим здесь параметр «True». Но если вы хотите играть без хардкора, то ставим «Fails». «Generate Structures». Структуры – это деревня, бастионы и тому прочее. Если тут стоит true, то они будут спауниться, а если fails, то они не будут спауниться. «Force Game Mode» – сбрасывать режим игры. Если какой-то человек перейдёт в Game Mode 1, то его будет сбрасывать в стандартный указанный вами режим игры. Также мы можем оставить ссылочку на наш ресурс-пак. Максимальный размер мира по стандарту вот такой стоит. Но мы можем также увеличить границы, а также сузить границы нашего мира. Это всё по вашему желанию. И также мы можем выбрать максимальное количество игроков, которые сможут зайти на ваш сервер. Допустим, у вас много друзей, или же у вас есть много подписчиков, но вы хотите поиграть с какими-то определёнными людьми. Поэтому вы ставите здесь 5. Или же вы можете просто применить, как я у желания вам говорил, «White List». «Белый лист». То есть выбрать именно тех, кто сможет зайти на ваш сервер. Далее у нас идёт вкладочка «Файлы», но в файлах у нас нет доступных файлов для редактирования. Во вкладочке «Фтп» мы можем редактировать файлы нашего мира. То есть установить какой-нибудь плагин, скачать его из интернета, после чего зайти в папочку и установить его здесь. А также редактировать все остальные файлы нашего сервера сразу на этом сайте. Далее у нас идёт консолька нашего сервера, но так как наш сервер выключен, она не работает. После включения она заработает. Далее у нас есть вкладочка «Друзья». Если вы хотите, чтобы они тоже могли редактировать ваш сервер, то тогда он должен быть зарегистрирован на вашем сайте. После чего вы должны нажать кнопочку «Добавить» и вы добавляете вашего друга. И он тоже может редактировать ваш сервер. Далее у нас идёт вкладочка «Бэкап». Система резервных копий не активирована. Чтобы её активировать, нам нужно доплатить 100 рублей. Но это действует на протяжении срока аренды сервера. Также у нас есть вкладочка «Модуль», в которой находятся плагины для различных версий Майнкрафта. Допустим, у нас 1.16.5, мы открываем эту папку и можем установить различные плагины для данного сервера. И для версии 1.11 и для оценных версий. Также у нас есть сразу сборки и плагины. Допустим, для 1.16.5 у нас есть сборка. Мы можем её установить, а также для других версий. Далее у нас идёт вкладочка «Фильтр». Если правила не добавлены, то к вам на сервер могут войти с любой точки мира. Если вы добавите страны, с которой вы можете зайти любой человек. То есть, если вы живёте в России и хотите, чтобы только с России могли заходить на ваш сервер, то вы добавляете здесь правила. И также у нас есть вкладочка «Логи», в которой находятся логи всех наших действий за последнее время. После того, как мы настроили полностью наш сервер, мы уверены во всём, что он полностью настроен правильно. Мы можем запускать наш сервер, нажав на кнопочку «Старт». После чего наш сервер будет включаться. И он достаточно короткий срок времени включается. Ну а после того, как ваш сервер загрузился, вам останется лишь скопировать ваш адрес сервера. После чего зайти в Minecraft. Нажать «Добавить по адресу», вписать сюда ваш IP сервера и подключиться к вашему серверу. После чего вам остается просто играть и наслаждаться игрой. Что ж, думаю я вам помог. Всем спасибо за просмотр. Все ссылочки важные будут находиться в описании. Заказывайте себе сервер и играйте на нём вместе со своими друзьями. Или даже создавайте новый хайпиксель. Всем до скорых встреч, всем пока. Ещё увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok